Всем привет! Друзья, по мнению моих зрителей, часто писали об этом в комментариях, самые красивые пляжи всего Черноморского побережья Краснодарского края. Это пляж Сосновка и пляж Голубая Бездна. Мы решили посетить еще раз эти пляжи, показать вам наглядно, но вы уже решите сами, какой же из них красивее. Первый пляж мы посетим Сосновку, именно о нем и будет сегодняшнее видео. Попрошу поддержать лайками, отдыхайками, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны, и мы начинаем! Заехали, припарковались примерно на середине пути. Как догадались, сегодня мы с Андрюхой вдвоем у жены с Серегой, младшим моим сыном, свои дела. И почему посередине припарковался? Ну, посмотрите, вот на эти чагиря. Даже на паркетнике я не рискнул здесь проезжать, хотя знаю, что на обычных легковых седанах тоже сюда заезжают. Не, я не настолько суровый. Не, ну выезжают, конечно, что-то похороненных машин я там не видел. Ну, не знаю, как это передается на камеру, но тут даже идти тяжеловато, не то что ехать. Ничего, прогуляемся пешочком и замерим расстояние, а потом скажем, сколько от этого места до самого пляжа. Увидел интересную вывеску, встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Сложно что-то комментировать, конечно. К сожалению, люди-свиньи среди нас встречаются до сих пор, даже в 21 веке. Еще пару интересных вывесок. Мусор бросать запрещено, судя по всему, мало кто это соблюдает. И также надпись костры разжигать запрещено. Ну, конечно, не рекомендую разжигать костры. Вот эти хвойные сухие иголки вспыхивают буквально как порох. Хотя, чуть дальше, если пройти, я еще покажу. Располагался, примерно, года три назад платный кемпинг. Последние два года он закрыт. Последние два лета, не знаю почему. Возможно, они сошлись по цене, возможно, еще по каким-то соображениям. Ну, если у кого-то есть достоверная информация, обязательно отпишитесь в комментариях. Я думаю, и моим зрителям, и мне в том числе, будет интересно узнать. Вот здесь, судя по всему, располагалась беседка. Как же романтично посидеть на краю обрыва. Посмотрите на эту красоту. Да, и, кстати, ко всему сказанному добавлю, что в летнее время проезд запрещен сюда вообще. Мы парковались на самом-самом верху. Это чуть больше одного километра пешочком в гору пройти. Горы мусора показывал вам. Забудьте. Вот это горы мусора. И тут, конечно, вопросы не только к людям-свиньям, а больше к администрации. Почему этот самый мусорный бак, ну, я так понимаю, давно не вывозился. Все, больше без комментариев. Надеюсь, дальше мы увидим только места неземной красоты. Ручей с талой, ледниковой водой прямиком с вершин Алтая. Как же охота и спить. Будешь, Андрюха, пить? А что? Не хочу болеть. Шучу, конечно. Это от ручей течет вдоль всего садового товарищества Сосновая. Не рекомендую пить. Также не советую опираться вот на эти перила. Требует глобальной реконструкции. По поводу вот этого ручья. Конечно, придает он свою изюминку. Вот в этом месте образуется нереальной красоты водопадик. Сейчас спустимся и покажу его снизу. И также количество людей сегодня. Ну, на мое удивление, люди не просто загорают, а даже купаются. И это у нас уже вторая половина октября. Довольно крутые ступеньки, ведущие вниз. Будьте аккуратны, тут одной ступеньки не хватает. Водопад водопадит даже здесь немного, сквозь скалы. Видим, да, немного мокрые они. Ох, прям будьте очень аккуратны и бдительны, спускаясь по этим ступенькам. Ну, как вам этот водопадик? Однозначно придает свою изюминку этому месту. Остатки курортной жизни. Два человека катят на гидроцикле. Значит, все-таки курортный сезон окончен еще не до конца. Андрюха, ну что там твои чудо-часы показывают? Андрюхе подарили, как называются они? Фитнес-браслет Xiaomi. Фитнес-браслет. Теперь он может этим браслетом замерять пройденное или пробегающее расстояние. Итого сколько мы прошли? 160 метров. Время 12 минут. 12 минут, вот так, полная информация. Андрюха, смотри. У Андрея паническая реакция на собак, не бойся. Результат недавнего шторма намыло целый гребень гальки. То есть, приезжая сюда последний раз, мы передвигались вот по этому самому месту. И был резкий обрыв, примерно метр высотой. Представьте, какой силы были волны. Что намыло здесь все эти камни. Да, также природа возвращает человеку обратно его имущество. Бутылки, склянки, банки. Даже кроссовок. И даже кроссовок кто-то потерял. Пользуйтесь. Ну и, конечно, дрова на благо. Можно пожарить шашлычки. Не нужно тащить сюда уголь. Пользуйтесь. Нас, как всегда, не благодарите. По-моему, вот на этом месте висела табличка о том, что нужно быть аккуратными. Возможно, набвал камней. Да, склон буквально под 90 градусов. И так мы тоже наблюдали один раз картину. Сидели люди в палатке. И этот камнепад обрушился. Ну, мифом прям буквально в метре от палатки прошел. Так что сильно близко к скале лучше не располагаться. А кто-то одеяло потерял. Забирайте. Папа, а что ты на воде играешь? Ну как что? Самое время поговорить о погоде. Что же нам послала сегодня небесная канцелярия. И согласно Гидромет Ютуб, папа может центру. Температура воздуха аккуратней. На 16 октября 2021 год. Вдумайтесь в эту цифру. 24,3 градуса тепла. Однозначно тепло. Ну, недаром люди загорают здесь. Посмотрим, попробуем замерить температуру водички. 21,3 градуса тепла. В принципе, не такая уж она и холодная. Но мы, к сожалению, не брали никакие пляжные принадлежности с собой. Поэтому обойдемся без водных процедур. Вот наверху этого ущелья. И располагалось то самое место, которое я показывал в самом начале. Где раньше располагалась беседка. Да, полетишь, мало не покажется. Рыбаки рыбалят рыбу. Клюет что-нибудь? Да, плюет, это клюет. Не понятно. Короче, папанов рыбу не насаживает, да, здесь? Да, да. Да, да. Вот то, про что я говорил. Можно развести костерчик. Романтика. Шли-шли, дошли до края мыса. Ну, такими темпами можно дойти до самого Геленджика. Думаю, это будет километров пять, около того. И что же я не показывал вам сегодня? Что показывал обычно? Конечно же, традиционную минуточку релакса. Наверстаем упущенное. Друзья, приятного просмотра. Полюбуемся этой красотой вместе под завораживающий шум волн. Ну, что скажете? Как всегда, заслуживает лайка. Как всегда, ставьте. Че он, другая, двигаемся в обратную сторону? Двигаемся. Какие-то съемки ТикТока происходят, походу. На самом деле, просто танцевали, даже не снимали. Ну, ничего, попадут теперь в Ютуб. Андрейка, слева. Ты что, не испугался собаку? Или ты не заметил ее? Я и не испугался. Да? Не знаю, у нас дома собака. Так ты теперь не очковая кобра? Нет. Дошли до самого начала пляжа Сосновка. И теперь что-то как-то тяжко становится, когда представляю, что идти придется в горочку. Но деваться некуда. Такси сюда не подъезжает. Крутые ступеньки. Андрей, засеки время. Сколько мы будем подниматься в горочку? Вот это транспорт внедорожный. Вот на чем можно подъехать максимально близко к пляжу. Напоследок решил еще раз подойти, показать вам этот пляж с высоты птичьего полета. Красота, да и только. Идем. Только обратил внимание, беседка, в которой сидят отдыхают люди. Последняя из магикан, оставшаяся здесь живых. Но, к сожалению, она занята. И так люди с палатками, может они вообще здесь поселились. Тандырджан. Андрюха, как ты думаешь, ждет нас за этой крышкой порция горячего, аппетитнейшего шашлычка. Открываем. Ляськи-масяськи, сим-салабим. Не, не ждет нас шашлык. Кто-то не донес до этой кучи мусора, решили тандыр запихать, забить. Ну, типа, культурные люди, мы же мусор не бросаем, мы его в тандыр прячем. На равном внедорожнике все-таки решили подъехать максимально близко к пляжу. И, кстати, таким темпом мы подошли до Чигирей возле которых мы припарковались. Что там, Андрюха, по времени? Время 7 минут, 54 минуты. Ну, так довольно быстро. Ну, получается, метров 70-80 осталось. Ну, что, будем прощаться? Да. Друзья, понравилась прогулочка? Поддержите лайками, отдыхайками. Следующий пляж, как я говорил, у нас будет пляж Голубая Бездна. Сравним. Понравился этот пляж? Больше или меньше? Напишите обязательно в комментариях. Подписывайтесь на канал, колокольчик, колокольчик. Обняли, приподняли, поставили. Увидимся. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Поба может! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok